Это финальная серия телепроекта «Открой свое дело». Меня зовут Ирина Волкова. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем имя автора самой перспективной и крепкой бизнес-идеи. Напомню, что 13 молодых предпринимателей представили свои проекты на суд профессионального жюри, чтобы проверить их на прочность и получить обратную связь. Краш-тесты идей стали частью всероссийской программы «Ты предприниматель», которая реализуется Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. Состоявшиеся бизнесмены тоже участвуют в нашем телепроекте. Как говорят, нет предела совершенству, да и услышать обратную связь от экспертов тоже полезно. Кому как не им знать об этом? Людям, которые учились на собственных ошибках и уже пришли к весомому результату. Предпринимательский опыт уже был, в принципе, более 10 лет. В сфере интернет-маркетинга, в сфере розничной торговли, сейчас в сфере логистики делаем. У меня опыт на один год побольше. Единственное, что не предпринимательство, единственное, что в продажах переговоров в основном. То есть, я думаю, мы сошлись. Наш проект DinoWay. Мы уже начали работать. DinoWay занимается доставкой еды из кафе и ресторанов. Предлагает жителям города, в среднем небольшим городам, до миллиона, предлагает удобный сервис заказа доставки через удобный сайт и приложение доставки еды на дом, в офис за 35 минут в среднем. Большинству из нас проще заказать еду, чем потратить время на готовку его, скажем так. Для конкретно предпринимателей, да, человек хочет расшириться, хочет как-то увеличить свои обороты, но нет профессиональных компаний, которые доставляют профессиональную еду. Есть, которые за полтора часа могут доставить, которые некачественную еду могут доставить. Сайт Агрегатор – это такой сайт, который собирает в себе в едино всю информацию всех предложений от кафе, магазинов, что они продают на одном сайте с удобным сервисом сравнения, отзывов, заказа, оплаты в два клика. Основные преимущества компании DinoWay Express – это уменьшение издержек собственников кафе. То есть доставку мы производим по Чебоксарам, по городу от 99 рублей, что гораздо меньше, чем на рынке сейчас. Наша доставка подразумевает, профессиональная доставка подразумевает не час, не полтора, а 35 минут. Уже работает, уже тестировали. Плюс для собственников кафе то, что они получают быстрое решение логистической службы под ключ. То есть они платят по факту, в среднем по городу, мы сейчас в Чебоксар берем 120 рублей, мы с этого берем 15% комиссию свою, где-то в среднем 20 рублей. В принципе, так строится монетизация с собственниками кафе и магазинов. Монетизация на сервисе-агрегаторе, похожая схема, мы посредники между жителем города и кафе. Мы берем, не 15%, сначала мы будем 5% брать, потом 10% с продажи, заказа еды. Средний чек там в Чебоксарах 700 рублей, то есть в среднем где-то рублей 50 мы берем. Значит, как сейчас решают данные условия, в данный момент собственники кафе. По сути, это либо через такси отправляют, либо в свой штат курьеров. В свой штат курьеров это немного как бы проблемно, затратно, время, контроль, наймы, увольнения и все остальное. Также такси, но в такси есть проблема, что там, как у рулетки, приедет он за 15 или за 10 минут, или за полчаса. То есть доставка будет некачественной, в итоге долго будет доходить. Вот у нас тут этапы развития. Первый этап мы планируем запустить сначала логистическую службу для кафе, уже запустили. То есть на это нам нужно при в среднем 900 тысяч рублей на оборотные средства, где-то на 7-8 месяцев. И мы будем в минус работать, чтобы, ну, на зарплаты и так далее. Далее второй месяц у нас будет, значит, тоже 900 тысяч. Это у нас сайт-агрегатор, это приложение, это, в принципе, программное обеспечение создания. Программисты есть, опыт есть, нужны деньги, ну, на зарплаты. Выход на Поволжье, это где-то через 6 месяцев, там нужны деньги на маркетинг, чтобы уже как-то пропиарить бренд во всех городах, там около 12 городов. Вот, и там уже далее у нас будет от дохода от агрегатора и от самой доставки развиваться самостоятельно. На все это нам где-то нужно получать за 2,5 миллиона. По факту доля инвестора 20%. Оборот компании через 2 года 30 миллионов рублей в месяц, это мы относительно маленькую сумму взяли посчитанную. А цена компании через 2-3 года 100 миллионов рублей. Сколько получит инвестор 20 миллионов рублей, исходя из того, что 20%. Ну, не знаю, там, какую еду, кто может заниматься доставками, как вы думаете? Ну, объем рынка, как мы считали. Например, взяли город Чебоксары. У нас... Вы считали количество кафе, наверное, да, количество людей? Потенциально 30 кафе, которые доставляют. Мы узнавали из этих 35, мы точно знаем, что средняя доставка у них от 5 до 10 доставок в день. То есть в среднем это 30, мы умножаем где-то даже, если на 10 будем считать, это 300 доставок в день со всех этих кафе. Умножаем еще на 30, ну, в общем, 1000 там. Ну, то есть спрос есть, обороты есть. Мне кажется, вам нужно немножко расшириться все-таки, сделать это доставку, может быть, лекарств, может быть, цветов и так далее. Подробная финмодель у нас указана в полноценной презентации. Ладно. Ну, если у нас не хватит оборотов, да, мы заложили, что мы будем лекарства, цветы пробовать расширяться. То есть есть такая идея. Единственный момент, который хотел уточнить. Вы продумали, программно ли, организационно, как клиент, я имею в виду кафе, заведение, ресторан, да, получает, обрабатывает информацию, то есть заказ, полученный с сайта агрегатора? Да, два способа. Первое для администраторов, которые сидят в кафе, это приложение на планшет или телефон, в котором они видят заказы и так далее. Второе, это если у них программы, ну, там, Windows, компьютер, то там стоит тоже программа, которая будет им высвечивать и так далее. И третье, все будет дублироваться на электронную почту. Бизнес – это когда ты сам себе придумываешь работу, считает следующий участник Роман Васильев. Вот он четыре года назад и придумал себе рекламную компанию. В нашей стране созданы все условия для того, чтобы стать предпринимателем молодого возраста. Не обязательно иметь высшее образование. У нас есть бизнес-инкубаторы, где могут помочь с давлением бизнес-планов. Есть такие прекрасные программы, как ты, предприниматель, где тебя научат, там, курсы, там, тебя научат вести свой бизнес. Сегодня я буду вам рассказывать про свой первый бизнес-проект. Это рекламная компания «Медиалаб». Мы занимаемся рекламой на видеомониторах маршрутных такси. В данный момент, то есть у меня в собственности есть видеомониторы на 52-х маршрутах, плюс в управлении на 60-х, 60-х маршруты, и плюс сейчас мы будем вешать еще 80 видеомониторов для того, чтобы на маршрутке нашего города, для того, чтобы жители нашего города не скучали во время того, как они едут из точки А в точку Б. Это огромнейший трафик, то есть в одной машине в день ездит больше 450 человек. То есть по подсчетам вот у нас сейчас ресурсы на 38 машин, то есть по подсчетам это 12 тысяч человек в день, так сказать, соприкасается с нашим материалом. Помимо рекламных роликов, там еще показываются разные интересные ролики, развлекательный контент, прогноз погоды. То есть все это влияет на то, все это мы показываем только для того, чтобы люди смотрели на видеомонитор и запоминали ту рекламу. Кто моя целевая аудитория, был второй вопрос. Это предприниматели, то есть в основном это тренажерные залы, потом детские развлекательные центры, потому что дети постоянно смотрят, они говорят родителям, когда едут прямо в маршрутке, и говорят, мама, пойдем со мной вот туда, вот где вот яркий красочный ролик. И общепит. План реализации. Сейчас вот перед тем, как укропнять свой бизнес и вешать еще 80 видеомониторов, я поставил для себя цель найти трех-четырех рекламных клиентов. После этого я уже установлю новые видеомониторы и уже запущу, так сказать, отдел продаж, который будет продавать рекламу на новых видеомониторах. Ром, подскажи, пожалуйста, а ты считал все это, да, то есть сколько у тебя вложено, сколько предстоит вложить, сколько ты уже заработал и сколько ты планируешь заработать? Я вложил, когда я открывал рекламную кампанию, я вложил в нее 100 тысяч рублей. У меня была инфраструктура на 12 видеомониторов, то есть это покупка мониторов, установка, наладка всей работы. Сейчас я беру эти мониторы в управление, то есть там, ну, грубо говоря, там 70% получаю я, 30% получает мой партнер, у него уже есть эти мониторы. Сейчас мне нужно будет для установки этих мониторов вложить еще 80 тысяч рублей. То есть вот четырьмя клиентами я как раз вот окуплю те затраты на то, чтобы повесить эти мониторы и уже спокойно продолжим дальше работать. Хорошо, а социальная какая-то составляющая тут есть? Очень много социальных роликов, ну, мы его делаем как развлекательный контент, то есть размещаем в себе благотворительные фонды, разные социальные проекты, то есть, ну, в основном там, наверное, социальные проекты, которые мы запускаем. Поэтому часть работы по социальному направлению в этом бизнесе мы тоже обязательно отдаем. Отстрелялся 13-й участник, и скоро мы подведем итоги. Напомню, что победитель получает возможность попасть во всероссийский этап проекта «Ты предприниматель». И все-таки какой он бизнесмен? Какими чертами характера должен обладать? 13 пунктов по мнению участников телепроекта «Открой свое дело». Предприниматель – это тот, кто может продать свои идеи и заработать на них. Упорным быть, надо просто стремиться к своей цели. Решительным, самое главное. Назывчивость, предпринимательская жилка. Он сам решает, сколько ему заработать, когда ему заработать и как ему заработать. Главное, чтобы не было страха действий. Целеустремленным, образованным, разносторонним. Целенаправленным и жестким в своих решениях. Должен знать хотя бы немного экономику. Не надо сразу все делать, разрываться. Надо просто каждый день по чуть-чуть. Умение выстраивать коммуникации. Существлять в жизни постепенно. Быть свободным. Кто из 13 участников попадет в федеральную программу «Ты предприниматель», чья бизнес-идея выдержала краш-тест и не рассыпалась от критики экспертов? Подведение итогов телепроекта состоялось во время Республиканского молодежного форума «Пространство возможностей». Пространства много, главное определиться. Девять площадок на каждой своя тема. Патриотизм, труд, творчество, наука, некоммерческие организации. И, конечно, предпринимательство. Все, это хороший контент, хорошая реклама и все хорошо. Если вам все время не нравится, но, ребят, не показывайте это клиентам. Все. Короче, не делайте плохих вещей. На итоговом конгрессе участников программы «Ты предприниматель» мастер-класс от бизнесмена из Сочи. Он делится отработанной методикой по продвижению в Инстаграм. Прописать заранее готовые фразы. Это называется скрипты, но можно назвать их шаблонными фразами. То есть, если у вас постоянно спрашивают, как заказать, либо цены, либо гарантию, либо доставку, просто заготовьте их заранее и будете это делать быстро. Каждый из этих ребят мечтает открыть свое дело. Кто-то уже делает первые шаги. Вот, например, Глеб Ермолаев ведет бизнес, а ему 13 лет. Я взял денежку у родителей, которая была подарена, и нашел поставщика цветов, и запустил рекламу. Тем самым запустил трафик и начал получать первые заказы. Вот у меня есть поставщики в Москве, и я работаю, и у меня доставка и по Чебоксарам, и по Москве. Участники нашего телепроекта собрались на отдельной площадке, чтобы пообщаться, подвести итоги и вручить дипломы. А интригу о победителе продлили до торжественного закрытия молодежного форума. Я хотел бы пожелать вам того, чтобы вы нашли себе достойного наставника, который бы смог помочь вам определиться с вашим курсом, с вашим ремеслом, с вашим видом предпринимательской деятельности. А я, как бизнес-амбуссмен, готов быть вашим защитником и помощником в этих вопросах. На путстве от главного помощника начинающих и состоявшихся бизнесменов Чувашии из его же рук награды получают победители конкурсов «Ты предприниматель». Победитель телепроекта «Откроет свое дело» – Кураков Антон Вячеславович. Проект по разработке мобильного приложения. У самого юного участника телепроекта оказалась самая прочная бизнес-идея по созданию мобильного приложения. Вспомним, в чем суть задумки Антона Куракова. Если у вас есть дисконтная карта, вы сможете ее загрузить в приложение. В первую очередь, это хранение. Во вторую очередь, вы сможете ею делиться с другими людьми. И эти другие люди у вас уже смогут ее покупать при желании. Вы за это получаете деньги, они получают за это экономию. Программа «Ты предприниматель» – это действительно вот эта полезная вещь. Радуешься своим победам, понимая, что да, действительно, ты старался не зря. Хочется расти, наоборот, даже дальше. И я буду продолжать специально даже. Идти еще дальше, чтобы уже завоевать больше высоты. Как только выйдет в свет мобильное приложение Антона, тут же его скачаю. Это будет лучшей поддержкой начинающего бизнеса. А от нашего бессменного бизнес-тренера и профессионального коуча Александра Чернова – советы. Одна из причин закрытия бизнеса – это кассовый разрыв. Кассовый разрыв – это временно возникающий у любого предприятия недостаток денежных средств, достаточных для своевременного и полного финансирования наступивших расходов. Кассовый разрыв – это страшный сон любого предпринимателя. Недостаток финансирования, как снежный комп, вызывает массу проблем. Деятельность предприятия заключает в себе следующие операционные циклы – закупку товара, транспортировку, хранение, производство, маркетинг, продажу и логистику. Они должны быть согласованы с финансовыми циклами, расчеты с дебиторами и кредиторами, поставщики, покупатели, банки, лизинговые компании. Кассовый разрыв возникает в случае, когда сроки поступления денежных средств на предприятие не совпадают со сроками платежей. Например, очень интересная ситуация – прибыль есть, а денег нет. Вы купили на рынке два антикварных стула за 10 тысяч рублей. У вас есть покупатель за 12 тысяч рублей. Однако, по пути встретили старого друга, который уговорил продать эти стулья за 25 тысяч рублей, и при этом дал вам аванс – 5 тысяч рублей, остальную сумму обещал в следующем месяце. Итак, вы в прибыли 15 тысяч рублей, а у вас в кармане осталось 5 тысяч рублей. На 5 тысяч меньше, чем было до этого. При решении проблемы кассового разрыва предприниматели используют следующие варианты. Первое. Например, берут краткосрочные кредиты, при этом ощутимых результатов от их использования в короткий период ощущается слабо, кроме начисления процентов, которые и так увеличивают сумму выплат. Такая стратегия приносит успех только в том случае, если у предпринимателя имеется четкий план развития на длительный срок, и во время выполнения данного плана не произойдет следующего экономического кризиса. При предоплате реализацию товара проводят с большими скидками. При этом скидки зачастую мало обоснованы и бывают столь велики, что не покрывают даже части прямых затрат. В итоге, чем больше объем реализации у предприятия, тем больше нехватка денежных средств. Третье. Начинает просто не оплачивать счета мелким фирмам за выполненные услуги и поставленные товаром. В результате влетают и судятся с предприятиями долго и дорого, и выходят себе дороже. Четвертое. Оплачивать реально необходимые основные материалы начинают по остаточному принципу в конце периода, что ведет уже к неритмичности выпуска основного вида продукции. Стараются задержать выплату зародной платы или ее части, и оправдание стандартное – кризис. Берут долгосрочные кредиты, но не пересчитывают реальную себестоимость продукции, не корректируют цену продукции, что может привести к продаже себе в убыток. Основные причины, приводящие к кассовому разрыву на предприятие, являются полное отсутствие или неэффективность процесса планирования в краткосрочном и среднесрочном периоде на предприятии. Наличие движения денежных средств и бюджета расходов и доходов обязательно для любого предпринимателя. Без этого бизнес нельзя начать. Для того, чтобы грамотно составить бюджет расходов и доходов, предпринимателю необходимо четко различать такие понятия, как издержки, затраты, расходы и выручка. Издержки – это суммарные жертвы организации, связанные с выполнением тех или иных операций. Издержки бывают прямые, явные, расчетные, выраженные в денежной форме, фактические затраты на приобретение ресурсов для производства, и вмененные, альтернативные. Это упущенные выгоды организации, которая могла быть получена при выборе альтернативных вариантов осуществления своей финансовой хозяйственной деятельности. Затраты – это явно фактические произведенные издержки организации. Расходы – уменьшение фактического использования ресурсов или увеличение долговых обязательств организации. Затраты становятся расходами в момент их фактического использования в производстве. Расходы принимаются к учету в момент признания доходов принципа начисления. Почему мы говорим об этих понятиях? А дело в том, что без них будет очень сложно управлять финансами. Давайте разберем, что такое затраты и издержки. Их часто используют как синонимы. А насколько это правильно? Издержки – это стоимость ресурсов приобретенных компаний за денежные средства или их эквиваленты. Обратим внимание, что, во-первых, издержки возникают в результате приобретения ресурсов. Так что, если, например, в компанию поступили ресурсы в виде вагона «Армата Луры», выигранного генеральным директором в конкурсе во время традиционного слета дилеров, то стоимость этих ресурсов издержками не будет. Ровно как и стоимость автомобиля, поступившегося в компанию в виде вклада учредителя в уставной капитал, к издержкам не относится. Во-вторых, издержки возникают в результате приобретения ресурсов за денежные средства или их эквиваленты. Так что, если мы рассчитали за приобретенные ресурсы векселем, а не денежными средствами, у нас все равно возникают издержки. В случае издержек мы имеем дело с приобретением ресурсов. В случае затрат мы имеем дело с использованием ресурсов. Издержки и затраты – это не одно и то же. Но насколько опасным для бизнеса может быть смешение этих понятий? К счастью, не очень. Определенные путаницы возникают, но последствия тем не менее не фатальны, как при смешении понятий затраты и расходы. Затраты и расходы. На первый взгляд, абсолютные близнецы и братья. Сто процентные синонимы. На самом деле ничего общего. А смешение этих понятий может иметь и имеет чаще всего для вашего бизнеса крайне неприятные последствия. О последствиях чуть ниже. Пока же давайте разберемся, собственно, с отношением данных понятий. Напомним, что затраты – это стоимостная оценка использованных компаний производственных ресурсов. Теперь о расходах. Расходы – это когда ресурсы покидают компанию или когда ресурсы в компании остаются, но они подтаивают, то есть теряются в весе, то есть уменьшается их стоимость. Или когда ресурсы в компании еще остаются, но возникает обязательство перед неким внешним субъектом с этими ресурсами расстаться. Теперь давайте рассмотрим эти варианты подробнее. Вариант первый – ресурсы покидают компанию. Самый характерный и наиболее важный для нас случай – это когда покидающим компанию ресурсом является готовая продукция. Мы продаем нашу готовую продукцию кому-то из покупателей, то есть расстаемся в ней. Ресурс покидает организацию. Другим, гораздо менее важным, существенно для нас, примером ухода из компании ресурсов, может быть исчезновение со склада товарно-материальных ценностей, то есть воровали. Ну, ресурсы тайно под подкровом покинули нашу компанию. Еще пример. Сумма штрафа, которую нам по решению суда пришлось выплатить в пользу государства или другой организации. Деньги, финансовые ресурсы покинули компанию. Однако обратим на ваше внимание, что если бы обстоятельства выплаты денег были бы несколько иными, в частности, мы бы потратили бы эти деньги на покупку материалов, то ухода ресурсов у нас не было. Была бы трансформация ресурсов, финансовые деньги превратились бы в производственные ресурсы материала, а общая величина ресурсов осталась бы неизменной. То есть о чем я хочу сейчас сказать. Дело в том, что расходы появляются у вас только тогда, когда ресурсы вышли из компании. Если ресурсы не вышли из компании, не пересекли границу, как говорится, вашего предприятия, это на самом деле не расходы. Это только затраты. Это очень важно, когда вы будете вести учет прибылей и убыток. Вариант второй. Ресурсы в компании остаются, но уменьшается их стоимость. Уменьшение стоимости ресурсов может быть своей основой иметь две основные причины. Первая. Утрата ресурсам своих первоначальных характеристик. Например, компания купила новенький коммерческий автомобиль. Первоначально планировала, что срок его службы составит 4 года. Однако через пару месяцев вы влетели в ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия машину, конечно, восстановили. Но стало понятно, что теперь его срок нормальной эксплуатации уже составляет не более двух лет. В результате аварии автомобил утратил часть своих первоначальных технических характеристик. Ценность данного ресурса для компании «Скизис», поэтому и стоимость уменьшилась. В отличие от первой причины, которая носит объективный технический характер, вторая связана с обычными бухгалтерскими заморочками. Дело в том, что российская, да и международные стандартные бухгалтерские отчетности предписывают оценивать ресурсы по наименьшей из величин себестоимости или возможной стоимости продаж. Так что, если стоимость, по которой ресурс отражен в бухгалтерском балансе, вдруг оказался ниже рыночной стоимости аналогичных ресурсов, бухгалтер обязан его уменьшить до величины стоимости. Например, компания приобрела и установила в зале для проведения совещаний мультимедиапроектор. Первоначальная стоимость этого технического чуда составляет 50 тысяч рублей. А через пару лет, как это всегда бывает в высокотехнологических отраслях, стоимость продаваемых на рынке аналогичных технических устройств уже составляет около 15 тысяч рублей. В этом случае бухгалтер должен произвести переоценку данного основного средства и уменьшить его стоимость с 50 тысяч до 15 тысяч. Вариант третий – возникновение обязательств. Пример, наиболее важный для нас и относящийся к продаже продукции. Компания реализовала продукцию, все права на нее уже перешли к покупателю, вот только продукции еще как таковой нет. Ну, не то, что ее совсем нет, просто она сейчас находится в виде незавершенной продукции и превратится в готовую продукцию только в следующем месяце. Таким образом, ресурс незавершенной продукции физически еще присутствует в компании, а юридически этот ресурс компании уже обременен обязательствами перед покупателями. Подводя итоги, можем сказать, что наибольшей степени нас и будет интересовать первый вариант возникновения расходов, то есть когда ресурсы покидают в компанию. В меньшей степени третий вариант возникновения обязательств, а в самую последнюю очередь второй вариант уменьшения стоимости ресурсов. Вы потратили 1 миллион в этом месяце на изготовление продукции. В бюджете и расходов, и доходов этой суммы не будет, потому что это затраты, а не расходы. В бюджете движения денежных средств эта сумма будет, но это уже другая история. На этом все. Посмотреть все серии телепроекта «Открой свое дело» вы можете на нашем канале в YouTube. Всего вам доброго и профессиональных успехов. Программа реализуется Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи, Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова